Задача. Определить натуральную величину сечения треугольной пирамиды фронтально проецирующей плоскостью F. Давайте подробнее посмотрим условия. У нас есть такая пирамида, где у нее фронтальная проекция и горизонтальная проекция. Основание пирамиды. Вот это основание и вот это основание. Первоначально нам необходимо построить, как будет выглядеть наше сечение вот здесь на горизонтальной плоскости. Для этого мы точку, которая у нас есть на ребре, мы ее спроецируем вниз. Спроецируем, тонкий возьмем. Спроецируем до пересечения с соответствующим ребром. Здесь получим точку. Дальше. Плоскость пересекает основание по прямой линии, которая проецируется в точку. Поэтому мы можем сразу найти две точки. Первая точка будет вот здесь. Вторая точка будет находиться вот здесь. Так, поменьше точку поставим. Есть. Можем теперь построить вот это основание. Построить сечение. Сечение само. То, которое получается в горизонтальной плоскости. Но, надо иметь в виду, что у нас будет видимая линия и невидимая. Ну, очевидно, что вот эта линия будет у нас видимая, поскольку она лежит на вот этой плоскости. А то, что дальше лежит в основании, то оно будет невидимо. Поэтому, здесь мы соединяем линии пунктирные. Так и так. Все, получили. Теперь, для того, чтобы найти натуральную величину этого сечения, то необходимо, что применить метод переменной плоскости и проекции. Для этого, создадим новую плоскость. И новую плоскость мы создадим так, чтобы она располагалась параллельно нашему сечению. Ну, вот я ее преобразую. Вот наша новая плоскость. Теперь смотрите, что у нас теперь получилось. У нас была плоскость P1. Вот она осталась. Дальше. Мы создали новую. Плоскость P2 оставили. Вот она осталась. И новую плоскость P3 создали. В новой плоскости все точки, принадлежащие сечению, будут у нас лежать на линии связи, которые перпендикулярны непосредственно линии пересечения плоскостей. Ну, вот такую линию я проведу. И провел. И ее перенесу. Перенесу. Ну, то есть, поставлю ее вот таким вот образом, чтобы она у меня вот здесь лежала. И скопирую. Поставлю в эту точку. В эту точку. Теперь нам необходимо отложить вот здесь расстояние. Расстояния какие? Вот эти. С той плоскости, которую мы удалили. Значит, для данной точки это расстояние будет вот это. Так, точнее, померяем. Вот оно. 28 миллиметров. Откладываем. Это расстояние. Значит, данная точка находится здесь. Значит, здесь по линии откладываем 28 миллиметров. Отложили. Дальше. Для первой точки расстояние будет... 18. А для второй точки расстояние будет 43. Они обе лежат на одной линии связи. Откладываем сначала 18. 14. Ставим точку. И дальше здесь же откладываем точно так же 43. И в конце ставим точку. Здесь. И здесь. Соединяем полученные точки. И получаем натуральную величину сечения. Задача решена.